То, что будет представлять Гриша, вы уже слышали из предыдущих сообщений, поскольку это действительно блок коллективных усилий. И про Евгения Серов, я вам рассказывал здесь у нас в команде, и про Владимира Владимировича Паршина. Он всегда с удовольствием принимает участие в наших мероприятиях, но на этот раз, к сожалению, он подъездить, поэтому не смог. Прошу. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю свой отчет о работе нашего коллектива во втором полугодии 2013 года. Хотелось бы разделить свой доклад на две крупные части. Первая касается работы коллектива по измерению потерь на отражение. Мы провели некоторый промежуточный ток в нашей работе вот в этом направлении, в том числе обубликованной статье в Радуэкспрессе. А вторая часть, печать, все-таки обубликованная будет с первых выпусках во, по-моему, ноябре, да? Да, ну, я оговорился, она отправлена в печать, наверное. И во второй части я доложу о наших астроклиматических исследованиях. Ну, перед вами структурная схема резонаторного спектрометра, который разработан в лукфане коллектива людей. Ну, я думаю, картинки уже известные, понятные, я кратко перескажу. Источник разлучения служит лампо-обратной волны. Чувствительный элемент — это азиатический резонатор фабры первого. Резонаторы помещены в вакуумный бокс, и такое исполнение позволило достичь примерно следующих вот таких вот характеристик. То есть установка позволяет проводить измерения как отражательной способности материалов при их охлаждении аж до 4 кельвинов, так и производить прецизионные измерения поглощения в газах. Ну, для этого есть система наферская ркачка воздуха, система контроля давления и влажности температуры. На настоящий момент завершено измерение потерянное отражение, и установка перепрофилирована, будем договорить, для измерения димеров воды, спектра димеров воды. Сейчас этим этой работой занимается группа Третьякова, и часть резонаторов, часть установки была извлечена, и поставить другой охлаждитель, который позволяет проводить измерения газов при температурах от минус 50 до плюс 200 Цельсий. Вот фотография установки в сборе. Это еще с кривоблоком, вот там охладительный оголок, в правой части, 4-х телевизорная. И важным элементом по этой 4-х телевизорной машине было охлаждение образца. Вот так оно было исполнено. Тут видно холдопровод, который идет от 4-х телевизорного пятака кривой машины через степотекстолик. На этой немножко тепла передается мало, поэтому образец закреплен на них. Дермодатчики контролируют температуру. И вот такие результаты получилось получить. Вот результат потери на отражение в метном зеркале, он некий эталонный для нас, потому что от цикла к циклу все точки ложились на одну и ту же кривую и, в общем, свидетельствовали об устранной работе обработки. Следующий цикл измерения – это алюминиевая фольга разных марок, разных изготовлений, странных изготовлений, алюминиевое толстое зеркало. Алюминиевые образцы были разной частоты, то есть разной степени обработки. И от цикла в цикл, ну, видно, разброс есть, но небольшой. Это, в общем, тоже свидетельство об устранной работе аппаратуры и о точности получения результатов. А следующий результат – это материалы для миллиметрона. Это металлизирование полиамидной пленки с толщиной металлизацией от 150 до 260 нанометров. Ну, на данном слайде представлены только, по сути, два образца. Из них вот первый – это 150-190 нанометров в направлении, а второй и третий – это один и тот же образец, но из разных мест пленок вырезаны. Ну, в общем, свидетельствует о том, что, во-первых, неоднородное направление было на пленках, а, во-вторых, некоторые дистанциональные процессы, вот, видно, при температуре к нею 60 км, пока мы не нашли прямое объяснение. Это, видимо, связано с изменением геометрии короткого резонатора, но, еще раз повторюсь, что на медном зеркале и на алюминии зеркалах таких инстанциональных процессов не было. Ну, и итогом такой работы стали следующие выводы. Создана новая экспериментальная установка. На базе этой установки получены потери на отражение в образцах предполагаемых для отражательных экранов километрона. И по итогу моей работы была направлена статья в журнал «Радиофизика». Я тут опечатался, и фактор у него – 0,955. Отправлено в печать она в конце мая. Следующая техника работа – это как раз вторая часть. Она посвящена, в общем-то, выдержкам из моей манистической диссертации, которую вчера изучили. Называется она как «Подилентом миллиметрового диапазона для изучения атмосферного плащения». Ну, вот, кратик, это снижание этой работы. Я бы хотел вот в этом коллективе слушателей обратить внимание именно на четвертый раздел, который касается практических измерений. Потому что, в общем-то, первый тренинг, конечно, тоже интересный, неотъемлемой частью является этой работы. Но там такое инженерное решение, расчет базиоптической схемы радиометра. Ну, а в четвертом – это самые научные звезды на первой стороне. В частности, вот, чем я занимался по дипломному проекту. Я мерил диаграмму направленности рукорня антенны. Дело в том, что по проектному заданию она ширина должна быть 2,5 градуса. Но расчет был эмпирическим, и поэтому нужно было просто проверить, насколько она соответствует техническому заданию. Ну, это представлено со структурной схемы установки. Тут излучатель, дальний отражатель – это уголов, который был установлен на крыше соседнего здания. Примерно, мы поворачивали на поворотном столике и измеряли при входной сигнал. В итоге, ну, тут с фотографией, измерительный установок, он на левой фотографии отражатель, там, не отражается на кружочке. Поскольку условие дальней зоны заведомо выполняется, его можно считать точечным отражателем, точечным источником, и в этом плане вполне все удовлетворяет теории. Ну, и, как оказалось, действительно она составляет 2,5 градуса, мне, к сожалению, что-то съехало будет, но это результат измерения диаграммы направленности. Кроме того, удалось аппроксимировать диаграмм направленности, но поскольку было снято только основной пистол, функции Гаусса, и эта аппроксимация позволила в дальнейшем произвести расчет погрешности, который, в общем-то, вносит диаграмм направленности в измерение яркости температуры. Попутно была измерена, в том число, как характеристика приема на трах радиоэнтера. Вот вообще погрешности. На левой картинке показано поведение этой ошибки, по лбу мы так назвали, она обусловлена тем, что радиоэнтер принимает яркостную температуру не из точки бесконечно малой, а из пятна, и, соответственно, усредняет яркостную температуру по этому пятну, и вот мы просто взяли разницу между принимаемой из точки, или первой температурой, и из пятна. Вот так она себя ведет. И видно, что сейчас по умолчанию установки углов наблюдения такие, что они находятся в максимумах ошибок. Ну и посему были заработаны рекомендации по снижению погрешности, но это на следующий слайд. Следующий номер, если мы оценивали, это по амплитово-чистотной характеристике. Ну видно, что она не зацепляет хвост мини-кисидорода, и поэтому тут все чисто. Мы просто убедились в этом и продолжили дальше. Вот рекомендации. Тут просто старые углы установки и ошибки по ним, и новые углы установки, и ошибки по ним. Ну видно, что они просто теоретически меньше. Так вот, к радиофизике и измерению острых климата переходим. Это уже представлены и на прошлом локшопе, и в отчете по экспедиции на Мус-Хайе. Это результат измерения острых климата у подножия горы Мус-Хайе в юго-восточной Якутии. Осажденные в отъемы получили 5 мм. Воглощение среднее составило где-то 0,09 м на отчитательном наблюдении 90 ГГц. По результатам этой экспедиции был представлен стендовый доклад на Всероссийском семинаре по практике по физике миллиметровых волн. Вот, авторы представлены на слайде. Следующий результат — это измерение острых климата в Кущино. Экспедиция прошла в начале марта. Тут аналогичная таблица с воглощением и фотография радиометра. Воды получилась 6 мм, то есть немножко хуже, чем в Якутии. Но позже я расскажу, в чем там дело. И по этому результату был опубликован отчет о научно-исследовательской работе. Авторы также представлены на слайде. А следующий этап такой научной работы был следующий этап. Произведен сравнительный анализ результатов экспедиции в Кущино и результатов экспедиции в Мустояле. Воды и там, и в той, и в другой экспедиции осаждет за водой мы нашли примерно одно и то же количество. Но в Подмосковье, очевидно, проходило наблюдение в наихрупшем условии, а в наихрупшем условии на Русскойе на наихрупшем. В Кущино в пороге точно на наихрупшем, а в Якутии на наихрупшем. Следовательно, осажденной воды зимой в Якутии должно быть раз в 10-15 меньше, чем в Грудае. А в Кущино, соответственно, больше, чем в Грудае. В ясных дней в году в Якутии будет просто несравнимо больше, чем в Кущино. Это еще одно подтверждение в гипотезе о удовлетворительном ассортименте в Восточном Путе. Ну, и по этому поводу был публикован доклад на 17-й научной конференции по радиофизике в секции излучения и распространения радиоволн. Поэтому авторы также нестороннего настроения. Ну, если вы тоже в вторую часть нового доклада, то вот оно заключение. Измерены АЧХ, измерены диаграммы направленности, проведены расчеты погрешности, условные решения диаграммы направленности, искажения момента куличного характеристики радиоволнения. И данные исследования оскорблены, по итогам исследования, обновлены в статье. Соответственно, на семинаре параллельной физики в Грудах, тут так, отчет по миру и в параллельной физике. В ближайшее время планируется экспедиция на плату Суфор, также для измерения эстер-климата в Узбекистане. Посмотрим, что там. Спасибо за внимание. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Вопросы, коллеги. Можете ли Вы сделать эксплуатацию, работающую в автоматном режиме, для мониторинга ситуации? Думаю, я над этим, да. Не хочется там зерно сидеть. На данный момент это нереально. Дело в том, что... А параллельность сделать можно, но её просто засыпать снегом. Первое. Можно ли технически сделать такой агрегат, который, да, как его защитить, как его защитить, как его защитить, но чтобы он автоматически, да, через спутник или через ближайшее воздействие передавал осветлан по состоянию Суфор. И можно было бы убедиться, по факту, никто не хочет этого, практически. То, что Вы сформулировали, чтобы очевидно, что здесь будет лучше, даже в 15 раз непонятно абсолютно. По факту, можно ли сделать комплект лаборатории, который бы мог работать в автономном режиме в течение двух-трёх месяцев? Сказать не можно и не могу. Скорее, да. Ну, т.е. технически-то это... Все реализм, просто вопрос средств. Я думаю, что... Принципиальные технические проблемы? Единственное, что та схема аппаратуры с модулятором-толибратором не очень надежно будет говорить. То есть... На самом деле, интереснее было бы создать научный инсанкционар в восточной грузе, когда можно было прилетать на вертолёте и померяйте параметры в ручной грузе. Привозить 500 грузов. Ещё вопросы, коллеги? Нет вопросов. Ну, дискуссии, у нас будет время для дискуссии. Мы, может, так ещё процентаем. А сейчас, чтобы я ещё раз подвижу. Теперь перейдём к последствиям.